После долгого периода онлайн-заседаний депутаты законодательного собрания впервые за полгода вернулись к очному формату работы. Предыдущие месяцы из-за коронавирусных ограничений сессии областного парламента проходили в формате видеотрансляций. Из важных особенностей вчерашнего заседания следует отметить, что депутаты настояли на ежегодном повышении не менее чем в два раза объема субсидий на дороге местного значения и приняли постановление, в котором одобрили исходные данные для составления проекта бюджета на ближайшие годы. Доходная часть областной казны в следующем году составит порядка 63 миллиардов рублей, расходная 68. В целом же областной бюджет на ближайшие три года сохранит свою социальную направленность. Не предполагается сокращение ни одного расходного обязательства Владимирской области. Те, которые были ранее запланированы. У нас же бюджет текущий, он там переходящий. Это безусловно положительно. Предусмотрено не наращивание долга Владимирской области. Но тем не менее, с учетом того, что это нулевое чтение, депутаты в своем проекте постановления еще добавили, расширили рядом пунктов, рядом направлений, которыми мы хотим администрацию побудить более пристально именно эти сферы посмотреть. В первом чтении депутаты приняли закон об изменении порядка начисления налога на имущество организаций, который будет начисляться из кадастровой стоимости. На ближайшие два года областные власти предложили сделать ставку по налогу в размере 1,5%, а с 2023 года 2%. Прекращают свое действие некоторые меры налоговой поддержки малого и среднего бизнеса. Со следующего года ставки по упрощенке и величина потенциального дохода по патенту вернутся на допандемический уровень. В целом законодатели разделяют опасения предпринимательского сообщества о том, что в регионе возрастет налоговая нагрузка. И своей основной задачей ставят необходимость сбалансировать интересы как местных, так и областного бюджетов и предпринимателей.